Вакцинация от коронавируса в регионе стартовала. Кого и где прививают и что о вакцине думает президент. В минувшие выходные во Владимирскую область поступило 1300 доз так называемого спутника ВИ. Вакцину поставили в 7 лечебных учреждений. Ковровскую ЦГБ, Камешковскую ЦРБ, 5-ю больницу города Владимира, в горбольницу Гусь-Хрустального, Петушинскую и Александровскую ЦРБ и Муромскую больницу номер 3. Прививают пока только учителей, медиков и соцработников. 5-я горбольница Владимира получила 300 доз вакцины. За три дня медработники привили 51 добровольца. Это медики и соцработники. Обезопасить себя. Это патологоанатомическое отделение? Там не люди, там трупы, которые с коронавирусной инфекцией. У меня семья, у меня родители, у меня маленькие внуки. Мы привили 22 социальных работника. Это очень активные, интересные молодые женщины, которые ухаживают за жилыми людьми и настроены сохранить свое здоровье. С учителями мы начали работать. Сегодня мы занимались тем, что созванивались с сотрудниками колледжей, те, которые расположены на территории города Владимира. В списке желающих привиться формируют профильные департаменты соцзащиты и образования. Дальше медработники обзванивают добровольцев и приглашают на обследование и вакцинацию. Перед каждой прививкой пациент должен быть осмотрен. У него не должно быть острых инфекционных, неинфекционных заболеваний. У него должно быть обострение хронических заболеваний. Противопоказанием является возраст до 18 лет, беременность. Благодаря изменениям, которые вынес Минздрав, процедура подготовки к вакцинации упростилась. Теперь не нужно сдавать огромное количество анализов. Всего один экспресс-тест на наличие антител. Результат готов уже через полчаса. Указано Минздравом, что прививаются пациенты, которые переболели более 6 месяцев назад. Естественно, мы определяем уровень антител. Если он положительный и достаточный, то, наверное, прививать на данном этапе нецелесообразно. А если у него уровень антител уже снизился, то, естественно, мы его берем на вакцинацию. Услышав про вакцинацию, владимирцы стали интересоваться, когда начнут прививать всех остальных. В 5-й горбольнице Владимира даже завели журнал для активных жителей, желающих привиться. За несколько дней их набралось больше 400 человек. Глава облздрава пообещала, массовая вакцинация начнется сразу, как только появится возможность. Мы отработаем активно эту неделю. Я думаю, что на следующей неделе, если у нас будет какой-то объем вакцины оставаться невостребованным по тем категориям, которые я сегодня называла, то мы, безусловно, откроем запись на свободную вакцинацию. Но даже если массовая прививочная кампания начнется раньше, людей старше 60-ти прививать пока не будут. В инструкции к вакцине есть ограничения. Укол можно поставить только лицам с 18 до 60 лет. Но Минздрав пообещал внести изменения в показания и разрешить вакцинацию людям старшей возрастной группы. Сегодня о вакцине против коронавируса на своей ежегодной пресс-конференции высказался и президент. Хорошие вакцины. Я уже много раз об этом говорил. И безопасные, и эффективные действующие. 95 с лишним процентов, там по 96-97 уже, говорят, специалисты защиты, уровень защиты. И ни одного серьезного случая нет побочных явлений. Журналисты спросили у Владимира Путина, будет ли он прививаться от коронавируса. Он пообещал, что как только такая возможность появится, обязательно провакцинируется. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. И поэтому, пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. До Нового года во Владимирской области планируют привить 1300 человек. В январе регион ждет вакцинацию для масштабной антиковидной кампании. Елена Масленникова, Артем Михалюта, 6 канал.